Добрый вечер! В эфире передача «Точка зрения» на канале Даутком ТВ. Недавно депутаты городской думы приняли бюджет города на 2015 год, предусмотрев в нем финансирование некоторых совершенно новых для нашего города инициатив. И об одной из них мы сегодня поговорим детально в нашей передаче. Гости нашей студии сегодня это Яни Сласьплисис, мэр Далгопилса. Добрый вечер! Здравствуйте! И Евгений Олинов, руководитель ПЖКХ. Добрый вечер! Здравствуйте! Янис Антонович, расскажите нам о новой программе благоустройства дворов, которая заложена в бюджет города и которую недавно утвердили депутаты. В чем она заключается? Ну, начнем с того, что эту программу новой я уже никак бы не назвал. Благоустройством дворов самоуправления занимается, ну, как минимум лет 10. И делались это из средств бюджета самоуправления и привлекались средства предприятия ПЖКХ. Конечно, основная проблема была связана с тем, что дворы у нас в многоквартирных домах территория частная и есть законодательные ограничения. Ну, пока решали под программу транзитных проездов, заодно там улучшали ситуацию целиком. И достаточно активно проводились эти работы, и большие части дворов нашего города, в общем-то, были приведены в порядок, чем мы и отличались от многих самоуправлений Латвии. Но после последних проверок госконтроля ситуация достаточно серьезно поменялась, и формальные юридические аспекты стали жестче, поэтому приходится искать еще другие способы, как помочь людям при необходимости отремонтировать двор, сделать его благоустройство. Причем есть такие виды работ, которые, ну, раньше, может быть, не были столь важны, как, скажем, устройство дополнительного освещения в дворах, которое уже идет как чисто частая программа. Поэтому мы пошли по пути выделения денег на участие в финансировании этого проекта. То есть часть денег будет покрываться за счет, ну, скорее всего, накопительного фонда дома, и 50% оплатится в управление. Это не исключает и то, что мы будем продолжать все работы делать за счет предприятия, но это, скорее, такие виды работ, где за счет фонда накопления их сделать невозможно. Я думаю, что господин Олинов расскажет поподробнее о некоторых этих проектах, которые есть в программах у предприятия. А наша задача – это помочь людям, особенно тем людям, кто хочет заняться территорией своего двора, помочь ему в организации. Наши, мы не единственные, у кого в Латвии такие условия есть в софинансировании, но, скажем, если сравнить с нашими соседними, с управлениями, здесь рядом с Резакной, наши условия, конечно, намного лучше для жителей. То есть можно получить 50% стоимости работы или до 10 тысяч евро, правильно? Ну, ограничения есть, и ограничения на стоимость производственной единицы, чтобы там не было каких-то фантастических цен на бордюр, условно говоря, да. И, конечно, исходя из того, сколько один дом может получить, чтобы в этой программе могли бы поучаствовать как можно больше участников. Но там в этой программе как четыре подпрограммы, там, то есть отдельно, например, устройство стоянок, отдельно дополнительное освещение. А можно, например, и там, и там поучаствовать, и там, и там получить 10 тысяч одному и тому же дому или двору? Да, здесь нет ограничения, что двор участвует только в одной из подпрограмм, потому что разделяли по разным видам работы, и, конечно, такое не запрещено. На сегодняшний день эти правила уже вступили в силу? Да, они реально действуют. Уже готовим принимать готовых заявок, готовим дополнительные мероприятия, которые нужны с тем, чтобы эти деньги можно было бы получать. Почему обязательным условием является установление прав собственности в доме? Почему нельзя просто вот... Это не права собственности не надо устанавливать, наши жильцы не являются собственниками в своем доме. Ну да, перенятие прав управления домом. Это правильно вы сказали. Ну, это требование на самом-то деле исходит из одной простой перспективы. По опыту программы утепления многоквартирных домов, а все-таки это то, что касается наших многоквартирных домов, это основная задача, которая перед нами и перед собственниками стоит на данном период, это привлечение европейских денег. А одним из условий выплаты европейских денег как раз и является перенятие дома в управление. Чтобы наши дома были бы более готовы к реализации этих программ, чтобы было бы дополнительный стимул, мы это условие тоже ставим, чтобы... Ну, мы же понимаем, как я уже говорил, что первые к нам придут наиболее активные дома, где больше, ну, более активные старшие дома, где люди и собственники относятся более трепетно к своим проблемам, они, я думаю, и будут потенциально те, кто первые будут готовы получать финансирование и на утепление домов. Поэтому стараемся их заинтересовать и подготовить так, чтобы они были способны привлекать и европейские деньги тоже. Евгений, расскажите про эту процедуру, перенятие прав управления домом. Как это происходит? Сколько практически собраний нужно собрать, например, чтобы в конце концов сделать все так, как надо? Как много времени и ресурсов это занимает у людей? По вопросу именно перенятия прав управления домом, да, процедура не сложная и не такая она и долгая. Проходит по идее одно собрание, на котором можно сразу решить несколько вопросов. И первый вопрос может стоять именно о перенятии прав управления, второй вопрос о назначении управляющего, третий вопрос даже и о заключении уже договора на обслуживание. Это все можно решить на одном собрании. Затем проходит процесс подготовки документации, да, и процесс подписей, так скажем, со всех сторон, да, и занимает, если, скажем, жители проявят активность в этом опросе занимает, это порядка месяц, ну, полтора от силы, да. Ничего сложного в этом нет, да. То есть единственный один момент, необходимо, чтобы жители проявляли активность и выходили на собрание, и был кворум. Для того, чтобы перенять право управления домом, необходимо 50% плюс один голос, но для того, чтобы уже назначить управляющего и дать ему доверенность, необходимо две трети от собственников в данном доме жилья, да. И это не сложно. А документы подаются только вам или нужно где-то еще в каком-то регистре зафиксировать вот этот факт? Всей документацией занимается наше предприятие, да, то есть и мы проводим собрание, если же, конечно, на этом собрании принимают решение о том, чтобы уже назначить управляющего какую-то другую организацию или другое лицо, да, то тогда он присутствует, конечно, на этом собрании, и дальше он уже занимается этой документацией. Если же на этом собрании принимается решение, что наше предприятие остается именно управляющей организацией и обслуживающей, то мы занимаемся всей документацией, то есть ни старшему по дому, ни жителям дальше уже никаких не надо делать движений. Ну, вроде бы все просто звучит, а на практике, вот реально, как вы оцениваете шансы домов на обслуживание ПЖКХ, например, уже в этом, ну, скажем, и в следующем году, реально подготовить проект, получить вот деньги на благоустройство дворов? Сколько домов, ну, так, теоретически могли бы уже справиться с этой задачей? Ну, теоретически мы можем справиться, я думаю, что практически процентов, наверное, 40 домов, да, мы так обсуждали этот момент, да, то есть это порядка, может быть, более 200 домов за два года, да, но, опять же, все зависит от активности жителей, да, мы уже, узнав в начале года о том, что такая программа будет, да, мы проводили опросы среди старших, опросы среди активных жителей, да, и на сегодня порядка 28 домов. Домов уже имеют желание, да, мы им объясняли о том, что жителям, что необходимо будет перенять права управления домом, они этого не опасаются, потому что мы объяснили, да, что, вот как правильно сказал господин Лачплисис о том, что это не только для благоустройства и территорий дворовых, это и для всех последующих возможных программ, как европейских, так и, может быть, и дальше нашего самоуправления. Порядка 28 домов уже на сегодня готовы, мы имеем или же устные согласия, и от 10 домов мы даже имеем уже и письменные заявления, да, так как программа уже утверждена, мы уже начинаем процесс проведения собраний, и на март месяц уже запланированы собрания. Какие нужды самые популярные? Расширение стоянок, благоустройство каких-то мест отдыха, освещение во дворах? Ну, в той последовательности, как вы назвали, так и есть, да, в первую очередь это, конечно же, стоянки, да, то есть во дворах, конечно, транспорта у жителей в нашей области теперь много, легкового в основном, да, и, соответственно, во дворах требуется именно устроить именно автостоянки в первую очередь, да, во вторую очередь пожелания жильцов это именно уже места для отдыха, для детской площадки, скамеечки, ну, и в третью очередь как раз освещение, да, ну, так. Вы упомянули опрос, который проводили среди старших домов, а вот говоря об опросе, который проводили среди всех абонентов по ЖКХ, касающиеся перехода на прямые платежи, каковы промежуточные итоги этого опроса, заполняли ли вообще люди эти листы или по большей части вообще игнорировали? Ну, мы уже подвели, ну, можно их еще пока называть предварительными итогами, но я думаю, что уже больших изменений не произойдет, было разослано нашим абонентам 32 412 анкет, обратно мы получили 12 тысяч анкет, то есть 37%, ну, больше трети населения, это даже довольно такая приличная цифра, да, можно сказать, только более 200 анкет из этих 12 тысяч, где было изъявлено желание перейти на прямые расчеты и при этом даже не со всеми поставщиками, а выбирались отдельно, да. Самое большое, ну, на сегодня из тех проверенных всех домов, на сегодня только в одном доме это 5 анкет, где было за, то есть, понимаете, что, ну... В остальных это одиночные совершенно случаи? Вообще один или одна или две анкеты, да, то есть, ну, жители, да, они сказали о том, что они хотели бы остаться на предыдущей системе расчетов. Ну, ясно. Требования все мы выполнили, закон исполнили, все остается как было, ясно. Уже не первый год действует программа повышения энергоэффективности самих жилых домов. Янис Антонович, как Вы оцениваете на сегодняшний момент такие, ну, промежуточные итоги, и как много денег запланировали в бюджете этого года на реализацию этой программы? Больше, меньше, чем в предыдущие годы? Ну, эта программа тоже действует, как Вы сказали, не первый год, и ее основная задача в свое время была, когда ее запускали, это показать нашим жителям, что заниматься улучшением энергоэффективности дома и полезно, и выгодно. Это была самая главная задача, и, в общем-то, эту цель мы выполнили. Интерес к утеплению жилых домов есть, бесспорно. Ну, правда, поэтому и уровень поддержки в нашей городской программе был очень высок. Понятно, что с таким уровнем поддержки мы не можем отфинансировать утепление даже более или менее существенной части нашего, находящегося в городе, жилого фонда. Как я уже говорил, основная задача – это привлечение для этой программы деньги европейские, чтобы наши дома, наши жители участвовали в конкурсах, подавали заявки и получали оттуда деньги. Мы, с своей стороны, будем нацелиться на то, чтобы их участие там поддержать. Поддержать, если это возможно будет, и финансово, и организационно. Такие мероприятия мы проводим. Поэтому мы и сегодня в этой программе несколько меняем приоритеты. Основным сегодня приоритетом, который мы поддерживаем, самую высокую долю активности – это мероприятия, которые направлены на то, чтобы учет тепла в доме велся поквартирно. И, соответственно, поквартирно он регулировался, и есть там алгоритмы, как это делается. Остается некоторая часть на оплату за помещение общего пользования. Потому что в этом случае каждый хозяин квартиры знает, как он в своей квартире платит, знает, сколько он тратит тепла. И, естественно, отсюда и появляется интерес его экономить и принимать меры по улучшению и своей квартиры, и дома целиком. Это тоже тот путь, как мы хотим показать людям, что надо заниматься энергосберегающими мероприятиями, и что это выгодно. Поэтому денег мы выделяем, чтобы закончить на четыре проекта прошлого года, и вот эти новые проекты тоже хватило бы на их реализацию. Евгений, сколько домов планируют в этом году что-нибудь у себя утеплить, и что именно чаще всего выбирают из работ? Ну, как правильно сказал Янис Антонович, на сегодня ситуация такова, что есть желание у жильцов, но мы их тоже подготавливаем к тому, что если процесс идет, и разговор идет именно о полной реновации, или же разговор идет о частичной реновации, мы их подготавливаем и уже документацию тоже подготавливаем для того, чтобы использовать европейские программы или государственные программы. На сегодня у нас точно есть уже 28 заявок, из которых 10 домов изъявили желание идти на полную реновацию, но это начало процесса еще. 10 домов желают утеплить чердачные помещения, и 4 дома желают идти на частичную реновацию. Это все, что связано со строительными работами. Как правильно сказал Янис Антонович, по индивидуальному учету тепла, это мы рассказываем жителям. На сегодня мы имеем две заявки. Мы уже подали на конкурс для того, чтобы установить того, кто может это сделать по квартирам, какая компания возьмется. И как только это произойдет, мы тогда уже подадим документы на соучастие нашему муниципалитету. То есть порядка получается на сегодня 30 домов. Это те же 28, которые дворы хотят благоустраивать? Совсем нет, совпали, цифры совпали, но всего два дома одинаковые, скажем, с одним адресом. Из всех работ, которые на сегодняшний день можно сделать при софинансировании и самоуправлении, буду ли я права, если скажу, что самое дешевое и эффективное это утепление фасадов и замена окон и дверей в помещениях общего пользования? Или это не факт? Скажем, если брать именно вот такую пропорциональность, что дешевле и что больше даст именно эффективности, то, скорее всего, это все-таки, наверное, утепление чердачных перекрытий. Потому что там суммы совсем небольшие. В среднем утепление чердачного перекрытия от 4 до 5 тысяч евро составляет. Экономия потребления тепла. Это, конечно, цифры приблизительные. У каждого дома они могут быть различными. Все зависит уже от дома. Но экономия тепла может составить порядка от 4 до 6%. При утеплении фасадной части там суммы, конечно, в десятки раз больше. А экономия составляет в разы больше. Может быть, до 10-12%. Но, опять же, это все, конечно, зависит индивидуально от каждого дома. Расскажите нам про последние счета за отопление в утепленных домах, в совсем неутепленных, в среднестатистических. Говорят, очень дорого стоило нам отопление в январе. Ну, насчет дорого, тут я немного не согласен с вами. Потому что цент в цент совпала цена с декабрем. Евро 46 за квадратный метр. В среднем на весь город, да. Ситуация таким образом сложилась, что мы, наше предприятие закончило программу установления так называемой телеметрии. То есть, возможности удаленно снимать показания с тепловых счетчиков уже во всех домах, где установлены автоматические теплоузлы. И с этого года полностью мы перешли на практику, когда показания теплоузлов снимаются на 0 часов последнего дня месяца. Не рабочего, как было до этого, пока у нас не было возможности полностью все снять показания, да. А именно последнего дня месяца, будь то в субботу или в воскресенье. И в связи с этим, ну, получилась такая ситуация, что в декабре показания снимались еще в рабочий день, а за январь показания уже снимались 31 января в 24 часа ночи, да. В связи с этим показания январские, они были просто за большее количество дней, чем в декабре. В связи с этим при более низкой температуре среднее потребление в городе осталось одинаковое. В некоторых домах чуть больше, в некоторых чуть меньше, но общее было точно такое же потребление, как и в декабре. Янис Антонович, говоря о бюджете в целом, глядя на него, создается такое впечатление, что строительный сезон в этом году в городе будет не очень удачным, потому что очень мало запланировано к реализации европроектов. По чьей вине это произошло и действительно ли строители останутся не у дел? Ну, надо сказать, что в последние годы городской бюджет не был основным заказчиком для строительной отрасли. Вот возьмите там более крупные стройки, ну, самые крупные, что у нас в городе были, да, лабораторный корпус университета, это министерство образования, наш университет. Две реконструкции тех, профтехшкол, да, тоже министерство образования, только управление профессиональных школ. Мы работали для, я не говорю про дорожное строительство, все-таки там благодаря министерству сообщения загрузка этой отрасли есть, а не единственное министерство, которое подготовилось и уже реализовывает проекты на деньги нового периода планирования. Вот, мы работали и работаем, и даже вот буквально сейчас участвуем в конкурсах по повышению энергоэффективности, в основном связанной с заменой освещения и утеплением наших дошкольных учреждений, садиков и школах. Ну, школах в основном это замена освещения, потому что утепление мы провели уже раньше. Поэтому здесь никакой особой остановки не будет из того, что мы давали, но понимая, что остальные министерства своих заказов строительному частно-европейской деньги не дадут, ищем возможность дополнительных строительных объектов именно за счет, ну, бюджетных денег города, в данном случае, в первую очередь, хотелось бы, привлекая кредитные ресурсы. Потому что кредитный портфель у нас очень хороший, уровень долга не высокий. Мы можем с уверенностью смотреть на то, что решим необходимость софинансирования всех европейских проектов в ближайшем будущем. И можем, могли бы даже и поработать по улучшению своего хозяйства. Ну, мы смотрим на реконструкцию дома Ругелей. Очень хочется, надеяться, что министерство экономики запустит, а наши жители поддерживают программу утепления многоквартирных домов. Это не только выгодно для тех, кто там живет, это выгодно и для строительной отрасли в городе. В смысле запустит? Так она же работает. Ну, европейская еще нет. Правила только утверждаются нового периода планирования. Последние изменения, которые по этой программе обсуждаются, они, на мой взгляд, эти условия становятся более выгодными для жителей города. И больше шансов есть, что самоуправление сможет достаточно активно помогать. Но хочется, чтобы эта программа запустилась бы где-нибудь к середине года. Это было бы очень хорошо. Министр экономики молодая женщина, энергичная. Надеюсь, что у нее получится, потому что выигравши будем мы все. Ну, а наши программы по школам, по муниципальным объектам, они есть и будут, и не меньше, чем в предыдущие годы. Буквально некоторое время назад в этой студии вы говорили об интересе неких инвесторов к тому, чтобы разместить в городе свои производства. Ввиду последних геополитических событий, экономической ситуации в России, не изменился ли их настрой? Ну, нет, пока те проекты, которые начаты, они продолжают свою реализацию. Один из основных все-таки это проект по строительству завода по производству пеллет. Ну, я не вижу там никаких причин, чтобы эти события могли бы на это повлиять. Намного все-таки, я думаю, ситуация требует внимания и поддержки со стороны самоуправления на тех работающих у нас предприятиях, которые действительно сильно были завязаны на рынок рублевой зоны, скажем так. И там есть проблемы, все горожане знают на больших предприятиях, может быть, не столько знают о тех проблемах, которые на предприятиях поменьше. Но благоприятно, конечно, эта ситуация не повлияла и на привлечение инвесторов. Вот был недавно на бизнес-парке, который создается на территории завода ЗПЦ, очень хорошие и большие производственные мощности, но некоторые потенциальные инвесторы, которые туда могли бы прийти с России, сейчас так просто это решение принять не смогут. Но надеюсь, что все-таки решится положительно. Но все-таки, вот говоря о работающих предприятиях, вот те массовые сокращения, о которых все говорят, но их пока не происходит, это действительно просто вопрос времени или все-таки что-то может еще случиться так, что этого не произойдет? Ну, сказать, что ничего не произойдет, скажем, да, мы, наверное, имеем в виду предприятие ЛРЗ, я не могу. Мы, со своей стороны, будем делать все, чтобы помочь предприятию в этой ситуации, получить и дополнительные заказы, и новые перспективы развития. Но, естественно, что работа предприятия – это все-таки ответственность и возможности его собственников. Если будет необходимость помогать людям, которые там потеряют работу, конечно, мы, со своей стороны, социальную помощь организуем. Организуем и мероприятия по временной занятости, все-таки, чтобы люди могли не только получать пособия, но и не терять навык и оставаться на рынке труда. Но, как я уже сказал, в первую очередь будем стараться все-таки, чтобы задачу своей решили само предприятие. Можно ли говорить о том, что вот в этом году откроется хотя бы одно новое производство в городе? Ну, из больших посмотрим самое, да, как будет развиваться. Маленькие производства, они постоянно открываются, закрываются. Мы же будем продолжать даже такую свою программу, как «Импульс», направленную на создание новых фирм, предприятий нашими молодыми начинающими бизнесменами. Будем эту программу даже расширять. И, естественно, что, опять же, посмотрим, как ее совместить с теми программами, которые реализует государство. Ну, что их не так-то и мало. И сегодня самые-самые активные институции, которые кредитуют и помогают бизнесменам, это «Алтум». парадоксально, но, по-моему, они сегодня оказывают бизнесменам, ну, выдают кредиты и обслуживают больше, чем все банки вместе взятые в нашем городе. Такое впечатление складывается, потому что на рынке, на производственном рынке коммерческие банки, по-моему, практически остановили свое кредитование. И если они что-то работают, то работают с клиентами в основном «Алтума», да. Но это новая модель, которая в этой сложной ситуации все-таки работает достаточно эффективно. Но мы тоже будем со своей стороны помогать новым предприятиям, новым бизнесменам начинать свою деятельность. Говоря о городской среде, периодически, когда вот ходишь в Думу, слышишь, о чем там говорят, какие решения принимают, на той или иной стадии находятся различные проекты, там строительство эстрады в Центральном парке, строительство легкоатлетического стадиона, променады вдоль Далгавы. Реально в этом году мы сможем увидеть какие-то такие новые интересные объекты, которые будут и на радость горожанам, и гостей привлекать? Ну, мне нравится, что наши специалисты как бы уже работают не в рамках квартала, полугодия, года, а уже есть программы на определенный период, на 2-3 года вперед, может, некоторые проекты будут реализовываться и 5 лет. Это очень хорошо, мы видим эту перспективу, горожане о ней знают и могут давать свои предложения. Я уже говорил, что этот год считаем одним из таких основных по благоустройству мест отдыха, связанных с водой. Я думаю, что все увидят, как будет благоустроен развиваться пляж на озере Шунью и закончим работы на Параховке. То же самое, будем работать по благоустройству места отдыха на Испланаде. И очень хочется найти хорошие решения для оживления бывшего городского пляжа на реке Далгавы. Там есть затруднения с тем, как организовать туда, особенно если человек идет пешком. Ну и по стоянке, возрождение этих традиций, дело непростое, но надеюсь, что столь раньше любимое место отдыха горожанами все-таки займет достойное место в нашей жизни. Что ж, спасибо вам за сегодняшний разговор. А нашим телезрителям я говорю, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин